Приветствую вас! Мне бы хотелось, чтобы вы сперва постарались бы определить, в чем именно заключается ваше несчастье. Вы говорите, что, значит, меня любит один человек, но я его не люблю. А люблю при этом я другого. Так вот, тонкость здесь вся в том, в каких отношениях вы состоите с тем, кто, например, вас любит. В каких отношениях вы состоите с этим человеком. Далее, если этот человек как бы не с вами, да, то, соответственно, возникает вопрос, почему вы несчастны. Ну, вообще, такая ситуация, она бывает достаточно часто, когда человек выбирает того, кто любит его вместо того, кого любит он. Потому что, ну, когда человек кого-то любит, он не может быть вместе, если взаимности нет. А когда человека любят, он может, в общем-то, быть, ну, хоть как-нибудь счастлив. Вот. И это, ну, когда компенсирует вот то, в чем человек нуждается. Но я хотел бы, чтобы вы все-таки постарались для себя определить вот этот момент. То есть, почему вы, грубо говоря, несчастливы. Из-за чего вы несчастливы? Из-за того, что человек, которого вы любите не с вами, а почему вы несчастливы? Особенно, если он, этот человек, счастлив, ну, вот, именно сейчас, на данный момент. Почему вы несчастливы, из-за чего, по какой причине вы несчастливы, если вы любите его? Чего не хватает именно вам в этом, как, в этом контексте? Это вот такой момент. Дальше. В каких отношениях вы находитесь с тем, кто любит вас? Почему вы с этим человеком в отношениях? Из-за чего? Ну, скорее всего, по крайней мере, так бывает часто, достаточно, что люди находятся вот с такими, ну, с теми, кто любит, они находятся из-за чувства вины, из-за чувства жалости, как сказал правильно мой коллега, вот. То есть, то есть, это то, что вам следует увидеть самой, самой, в первую очередь. То есть, в каких отношениях вы находитесь с людьми? Вот. Что мешает вам быть счастливой? Почему ваше счастье, каким бы оно ни было, и что бы для него не было нужно, почему ваше счастье зависит от других людей? С чем этот момент связан? Тоже, на мой взгляд, весьма-весьма важный вопрос. То есть, вы в любом случае оказались, ну, в зависимости от, значит, ну, от людей, от либо одного, либо другого, либо от обоих. И для вас это, ну, безусловно, далеко не самый лучший вариант, потому что именно поэтому, именно по этой причине вы не счастливы. И мне видится ситуация так, что если вам хочется обрести независимость, то от обоих мужчин, от обоих молодых людей, вам нужно дистанцироваться от обоих мужчин. И вам необходимо отдалиться, и лучше всего, самый лучший вариант, по крайней мере, ни с одним из них в отношениях не находиться. То есть, у тебя одного, у тебя другого, но при этом важно понимать, что речь идет не просто о, знаете, запрете, ну, о запрете встречаться, например, с кем-то, да, или речь идет не просто о запрете на близость, например. Речь идет именно о том, чтобы вам что-то дать взамен. То есть, речь может идти о, ну, например, о внутренней гармонии может идти речь. Речь может идти о таких вещах, как повышение самооценки, например, и так далее. То есть, это вот все такие вещи, которые, на мой взгляд, являются важными. И тогда, если вы сможете этого достичь, если вы сможете этого добиться, да, то есть, если вы придете к пониманию того, как вообще, например, вы оказались в этой вот ситуации, да, из-за чего вы оказались в этой ситуации, ну, вот, ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Если вы увидите для себя эти моменты, то я полагаю, что вам же будет лучше. И тогда, вероятно, вы уже сможете для себя самостоятельно сделать выбор. То есть, ну, вы сможете его сделать независимо от других людей, независимо от своих потребностей таких критических. А сможете вы ориентироваться именно на чувства, на эмоции, на стремление человеку что-либо дать. Вот. Я же полагаю, что от первого, например, мужчины, да, который вас любит и которого не любите вы. Вот. От первого мужчины вы зависимы. А второй мужчина вам, вам он дает что-то важное, да, ну, второй мужчина дает вам, например, эмоции, например, ощущение, что вы живая. Но при этом вы не готовы, вы не готовы с ним, эээ, как бы быть вместе. Либо он сам не готов. Либо вы посознательно выбираете именно, ну, такого мужчину, который не будет с вами для своих каких-то целей. Вот. Не обязательно плохих, не плохих, нет, просто целей. Которые вы, вероятно, эээ, не воспринимаете, не видите, не осознаете. И, увидев которые, вы смогли бы подкорректировать, эээ, свою модель поведения, эээ, свою позицию. И, в результате, обрести, наконец, счастье, которого вы достойны. Я думаю, так можно ответить, ответить вам на вопрос, эээ, непонятно зачем, эээ, вы, ээээ, фотографию, эээ, приложили. На мой взгляд, эээ, по фотографии я могу сказать, что вы себя подавляете достаточно много, ну, то есть, именно, вот, подавление у вас идет. Эээ, и вполне возможно, что вы боитесь, эээ, близости, ээээ, сейчас, с людьми. И, часто, ээээ, ну, сейчас, прикрываетесь, эээ, вот, ну, прикрывает этот страх, ээээ, грубостью. Ну, или такой, знаете, вот, на грани, когда-то, не грубостью, а такой, просто, вот, может быть, некой, ээээ, развязанностью в, эээм, общении. Вот, либо наоборот, то есть, эээ, именно о модели, эээ, вот, именно о том, эээ, как вы это делаете, я не скажу, но я скажу, что, ээээ, я скажу, что, ээээ, вы подавляете себя, это точно совершенно. Эээ, вот, и вы больше погружены в себя, эээ, вот. Я могу сказать также, что, эээ, вполне возможно для вас, эээ, имеет значение, ээээ, мнение окружающих, ну, то есть, других, вот, людей. Ээээ, непонятно зачем фотографию, эээ, приложили именно, 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 эээ, именно, ээээ, психологию. Психологию. Вот, то есть, мы не эзотерики, нам фотография, в принципе, ээээ, не так, не так важна. Вот, и если вы, соответственно, хотели, эээ, консультацию эзотериков, то я, эээ, ну, предлагаю вам обратиться именно туда, а там вы получите более, эээ, целевую, эээ, помощь, если вы, эээ, хотите именно, именно эзотерическую поддержку. Вот, на этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались, ээээ, дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, ээээ, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, эээ, буду благодарен, если сделаете его лучше, эээээ, и желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.